Мы в магазине Доброцен. Подошли к арбузам. Смотрите, мячик сдулся. Прикольно. Ну, как, всего полно, короче. Рыбные консервы, это, там дальше мясное все. Помните такой рис? Вкусненький такой был. Брать я, конечно, не буду, но просто вспомнила, что был. И вот такой. Нет, вот этот 127, а этот маленький, 71. Вы знаете, я всегда думаю, замороженный картофель, он же сладкий, наверное, когда его потом готовить. Кто-нибудь брал замороженный? Скажите, как он потом готовится? Сладкий? Нет. Креветки. Креветки и картофель. Вот видите, я вам говорила, топленое масло. Это полкило. Похоже вроде, но что-то это. Смущение меня берут. Цена. Попробовать взять, что ли? Яйца. 30 штук упаковка. Ой, это Ц1. А тут Ц2. Написано в ЕЦ2. Вот это что у нас тут? Это тоже Ц1. А вот Ц2. Вот маленькие. Вот они. Вот Ц2 и вот Ц1. Сравниваете. Что у нас сильно отличаются? Ну, отличаются. Ну что, красотка, а? Смотрите. А? Красоточка. Да вот как-то так хиленькая, маленькая. А это прям вот так. Это лезут сюда. Красотка. Короче. Цветочек мне дали. Земля не знаю, какая здесь. Ну, я вот так поливала. По-моему, огородная земля. Землю купила. Сейчас пересажу. Купила вот такие горшочки. Ну, полтора литра. И там вот бегоню еще взяла. Тоже сейчас пересаживаю. Так, вытаскивать буду. Посмотрю, что там с корнями. Сейчас вытащу, покажу вам корни. Ну, мне неудобно снимать и это. И вытаскивать. Ну, что, смотрите. Смотрите, корни полусгнившие. Корни полусгнившие. Не знаю, будет что-нибудь. Толку с них не будет. Ну, короче, посажу. 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 И здесь тоже. Что-то есть. Что-то вот тут вот, видите. Вот живенький вот этот вот корешочек. А эти, что-то непонятное. Что-то непонятное. Короче. Сейчас я посажу. Посажу. Вот этот вот живой. Видите, росточек вот пошел. Этот точно будет расти. Ну, и этот посажу. И этот, конечно, посажу. Я не знаю, этот маленький. Я, наверное, в маленький вот этот горшочек посажу. А этот не знаю куда. Не знаю куда. Тоже, что ли, в маленький. Вообще, хотела вот в этот же посадить. Вот. Короче. Короче. Разделить его, что ли. А что тут разделять-то? Тут расти-то нечему. Короче, посажу все. Короче, посажу все. Вот корешочки светлые. И вот этот вроде ничего. Корешочек. Короче, воткну. И будет у меня два. Рассажу их. Рассажу. Оторвала листочек, девочки. И поставила на укоренение тоже. Все. Сейчас дырочки сделаю. Нету дырочек. Сейчас проткну. Ой, там не видно. Короче. Ой. Не все подписано. Короче, видите, тут нету дырочек. Сейчас я их попротыкаю. 75 рублей. Нет. И посажу в хорошую землю. Ну что, девочки. С первым помидорком у меня, что ли? А? С первым помидорком у меня, что ли? У нас помидор поспел, дедушка. А? Вот. Так, мой занимается, знаете, чем? Чеснок выкапывает. Выкапывает чеснок. Ну его можно, в принципе, и выдирать, но пусть все выкапывает. Вот. Чеснок, конечно, ну не это, не очень. Ну, пойдет для начала. Для разводу, как это говорится. Есть ничего, есть мелковатый, всякий разный. Сейчас выкопаем, выкопаем на веранду его, положим, пусть это. Вот. Капустину. Ну, пока не буду срезать. Попозже сегодня она мне не нужна. Пусть растет. Огурчиков там немного собрала тоже, на салатик. Вот. Как-то так. Это самое. Сейчас положим, пусть он подсыхает. И все. Бульбочки собрала, бульбочками еще буду размножать чеснок. Вот, мой старается. Иди, копает чесночок. Там, где выкопается, так выкопается этот укроп, значит, ну, а который останется, ну, пусть остается. Зачем траву выкапывать? На рынке была чеснок, головка, мелкий, 30, 40, 50, однозубки, она сказала 70, я не поняла за штуку, или ведерко у нее там стояло, надо было спросить. Если ведерко можно было бы взять, однозубков. В общем, короче, так. Не говорите, что чеснок заросший, нифига он не заросший. Это просто укроп, который мы специально не вырывали. Ну, вот. Вот такой чеснок. Нормальный. Сколько тут? 4 зубка. 4 зубка. И здесь тоже, тут, наверное, 5. Ну, в общем, короче, пойдет. Пойдет. Надо вообще полазить, посмотреть, может быть, где там в зарослях. У нас еще есть спелые помидоры. Случайно наткнулась, нашла и наткнулась на красный помидор. На красный помидор. На красный помидор. Не знаю, что это за сорт какой-то мелковастый. Что это за сорт, не знаю. Надо посмотреть, у меня там где-то записано, где какие растут. Только я теперь в этих дебрях и не разберу, где какой, короче. Вот, рассадила. Дырочки сделала. Рассадила. Ой. Будет у меня теперь два таких цветочка. Вот. Тут корешочки там начали давать. Это пока не полила. Знаете, почему не полила? Пока оно не сильно тяжелое. Она влажненькая, эта почва. Вот. Домой приеду, поставлю там на подоконник и полью. На четвертый этаж тащить легче будет. Понятно? Почему здесь сразу не полила. Все, сейчас эту еще раз сажу. Бегонию. Видите, бегония у меня же, конечно, просится уже в другой горшок. Все, она уже. Сейчас доставала вот это, оборвала. Ну, ничего страшного. Она уже прям вот. Прям уже, вот прям вот уже. По пересажу, девочки. Сейчас с этих самых пересажу. Естественно, стоимость увеличится. Я ее продавала сколько? 350. Вот в таком горшочке. Сейчас пересажу сюда. И буду продавать. Ну, естественно, дороже. С горшочком. Я же за горшочек еще купила. И уже растение. Оно сейчас, это я его сейчас пересажу. Оно будет смотреться совсем по-другому. Будет лопушистая такая красивая. Они у меня немножко на этом, на солнце. Тесно им, видите. Видите, сейчас они развернутся. Будут шикарные. Вот, корни уже, видите, все сплетаться там начинают. Надо пересаживать. Ну, и второй там такой же. Рассаживаю сейчас. И все. Да, девочки, продаю вот такую бегуню. Не высылаю по почте. Кто в курсуке живет, приходите. Очень красивые листья. Сейчас пока маленький горшок. А потом можно побольше горшочек. Сейчас они еще простоят. Вот у меня год примерно. Ну, не сразу же придут, заберут все горшки. Постепенно их покупают. Но в горшочках они будут смотреться хорошо. Это... Вот, а вообще в большой, если посадить их этот... Они вообще такие шикарные. Здоровые. Говорите, девочки, вот здесь вот эти вот были. Я их обрезала. Они, ну, красиво висели. И тут тоже обрезала. Оставила вот эти вот молоденькие. А те старые, вытянувшиеся, я их уже обрезала. Видите, как хорошо тут растет. Все. Все. И теперь они пойдут у меня на продажу. По 600 рублей, девочки. Вот. Эти, конечно, не на продажу. Потому что... Видите, вот, не знаю, что тут с листочками. Ну, обрежу дома ножничками. Вот это вот подрежу. Листики какие-то неважнецкие. Но там, вы видели, с корня. А тут... Тут вроде самым ничего. Еще молоденький. Ну, посмотрим, что будет. Как оно будет расти. Все. Все. Работу сделал. Диван. Триндец пропал, конечно. Потому что дожди и дожди у нас в этом году. Все. Все лето. Все. Работу выполнила. Буду ли это я укоренять? Ну, думаю, пока нет. Выброшу. Все. Землю забрали. И домой даже не поднимали на четвертый этаж. Мне здесь удобнее. У меня то, что на пол упало. Все это самое. Как говорится, что упало, то пропало. А дома, представляете, вот эта грязь не очень удобно вся. Возимся, конечно, и дома. Но как-то так. Себя-то красавицу не показала. А руки-то трудовые, грязные. Все. А, кстати, девочки, всем приветики. Я же не поздоровалась. Представляете, балда-то. Ой, балда. Ой, балда. Снимаю ничего. Не зрасти, не до свидания. Как это говорится. Так что, Натача. Слышите? Композитор. Это мой. Сейчас, сейчас. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Слышно? Композитор. Ой, пот течет. Композитор. Короче. Как будто меня там не было. Короче. Он не знает, что я снимала, как он там играет. В тенечек. Короче. Это старая-старая гармошка. Вся разбитая. И там что-то где-то западает. И вот он ее собрал. И это пытается. Ну, как сказать. Он умеет играть на гармошке. Давно играл. Сейчас уже, конечно, пальцы нет. Да еще и гармошка, знаете, такая, что не это. Вот. Ну, делом занято. Надеюсь, что подберет все, что надо. И сделает гармошку нормально. Смотрите. Смотрите, как это. Прям вообще смотрится хорошо, да? Видите? Пересадила. Прям вот сразу они какие-то прям вот такие стали. Прям хорошие-хорошие. Ну, эти тоже вырастут, будут нормальные. Видите? Красота. Не то, что там в каком-то стаканчике задрипанном в горшочке смотрится. Смотрите, шикардос, а? Сейчас этот выставлю сюда. О! Смотрите, красота какая, а? Прелесть. Прелесть. Видите? Все правильно я сделала, что пересадила. Ну, и в цене, конечно, они увеличились. Фильм тут идет такой. Уже дома, уже дома. Ну, а смотрите, какая у нас температура. Плюс 30. Вот так вот. Это сейчас в данный момент на улице. Жара, короче, у нас. Ну, а я балуюсь плюшками. Ну, как плюшками. Чай хлебаю. С вареньем яблочным. Ну, ой, что-то у меня тут торчит, что ли. Короче, красивая, как всегда. Ой. Нашла тут это интересное. Интересное. Сейчас я чай попью. Смотрите, что сегодня. Что сегодня? Смотрите, какие подосиновички-то. А? Красотулечки-то. А? Смотрите. А? Смотрите. Какая прелесть. Ой. Руки вытерла. Они в холодильнике у меня лежат. Да, рынки купили. Да, рынки. Вот. А, сегодня я еще нашла такую фигню интересную, девчата. Как сказать? Это было в Телеграм. А в каком же это было Телеграм-то? В каком же, в каком же? А? Ну-ка скажите мне, в каком? Я что-то не помню. Ну, в общем. Какие вы, ну, как, по сравнению с кошками, с котами. Итак. Овин. Можете поставить на паузу и почитать. Бенгал. Румяные, задорные, гиперактивные. Слишком любопытные. И это может дорого обойтись. Шила в жопе, короче. В ту сторону. Дальше. Телец. У вас, может быть, наоборот, не знаю, как это отображается. Телец. Британская короткошерстная. Кстати, я Телец. Я британская короткошерстная. Ленивые и любите поворчать. Ой, вот это вот точно. Поворчать. Особенно вот к старости-то оно вообще проявляется. Склонны к лишнему весу. Ну, а что не так? Поэтому обязательно нужно следить за питанием. Ну, что-то у меня тут водичка. Ну, надо, наверное. Но всем плевать. Вы же, черт побери, идеальны. Ну, а что не так? Это не я сказала. Читайте. Дальше. Ой, не в ту сторону. Близнецы. Курильский бобтейл. Никто не думает, что вы особенный, пока не увидят вас с другой стороны. Вы слишком странные. Например, не боитесь воды. Порой слишком любознательны. Дева. Сибирская кошка. Терпеливы, неконфликтны, пока вас не доведут. Очень независимы и не любите давление. Умеете привязываться к людям, хотя не показываете этого. Лев. Мекун. Царский и вальяжный характер. Неуемная жажда приключений и покорять вершины. Тупонос-то золотуха. Рак. Манчкин. 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 Прелесть, какие лапки и мимишный внешний вид. Обожаете красивые вещи и всякие блестящие штуки. Часто склонны к проблемам с позвоночником и спиной. Иди сюда. Иди сюда. Ай, убежал. Что-то помявкал и, короче, убежал. Так, весы. Рэгдолл. Очень спокойный и миролюбивый характер. Настолько, что вы немножко типа тряпочка. Зачем куда-то бежать, если лучше полежать? Скорпион. Абиссинская кошка. Очень любопытный. И из-за этого постоянно втягиваетесь в авантюры. Любите экстремизм и смотреть на всех сверху вниз. Ну, есть такой у скорпионов. Если вам что-то не нравится, вас не заткнуть. Ну, тут и водолей, и рыба вместе. Значит, водолей. Вот этот черненький. Ориентальная кошка. Мелко написанная, поближе к себе это. Очень странный внешний вид. Прекрасный характер. Можете быть склонны к ревности, хотя от вас этого не ждут. И рыбы вот эта вот кошечка. Экзот. Очень нежный и спокойный характер. При этом вы крайне ранимы и закрыты. Все время чем-то болеете. Также стрелец-козерок два в одном. Так, стрелец. А я, кстати, могу стрельца увеличить. Вот так вот сделать. Ну, ну. Вот, смотрите. Стрелец. Сфинкс. Всегда в самых модных костюмчиках. Некоторые считают вас уродом, хотя вы просто не похожи на других. И идете своим путем. Плохо переносите одиночество. И козерок. Сиамская кошка. Многие незаслуженно считают вас злым и холодным. Когда вы к кому-то привязываетесь, то это надолго. Берегитесь. Мир. Берегитесь. Мир. Если вы встали и не стоите лапы. Все. Кого-то если не назвала, то там вас не было. Все. Сейчас пью чай с плюшками. Не с плюшками. С вареньем. Конечно. Кому не нравится, как я ем и пью, можете не смотреть. Можете отключаться. Дальше интересного ничего не будет. Хотя, как знаете, что мне в прошлый момент придет голову. Руки я помыла. Если что, все на даче. Если что, все на даче. Кстати, вкусное яблочное варенье. Яночки сушатся уже на двух поддонах, потому что я переложила. Они сжимаются. Ну и что там было-то? Пол ведра. Пол ведра отходов. Короче, ведра, пол ведра отходов. С того, что осталось, вот чуть-чуть. Там еще осталось. Надо дорезать. Пока некуда сейчас. Грибами займусь. Сказали, котика показывайте. Вот он мой котик. Мы с тобой, родственные души. Он мне тут ночью выдал. Представляете? Я не знаю, сколько это было. Мяу, мяу, мяу. Ну, я его нагнала. До утра молчала. Нет, я его бы не била, но я его накричала. Я он потом успокоился. Видите, какой красавчик сидит. Такой спокойный. Видите? Красавчик. Красавчик. Сейчас, Сапик, глотно. Я сейчас отдам тебе руку. Ты чай не будешь. Все. Вставь лапки. Ну, вставь лапки. Сапик. Вама так. О, не хочет уже. Ну, беги. Беги. Не хочет. Сказали, больше снимайте. Ну, как его больше снимать, если он не хочет сниматься? Они же тоже чувствуют. Хотят или не хотят. Мявкает что-то. Сейчас посмотрю. Может, у нее там. И еды нету. Как всегда. Мявкает. А там полно еды. Набаловался. Как говорится. Крутит из нас веревки. Так что, девочки, сходила в лес, набрала грибов. Видите? Сейчас я охота. Отварю. И уберу. Потом пожарю. Дочка должна приехать. А я грибов ей нажарю. Нормальные грибы. Водо все еды на веке. Поэтому. Я что-то, я не знаю, любит или не любит. Ну, короче, отварю, уберу. А там видно будет. Или пожарю. Или... Может, подливочку сделаю. Может, суп грибной сварю. Видно будет. Но грибов немного на рынке. Вот одна женщина продавала. Не знаю, может она дома где выращивает. Естественно, она не сказала, где они их рвались. Да, может, где-то поехал, нарвал. Я, говорит, не знаю. Вот это вот, ну, зайцы его грибы, вот столько здесь грибов. Вот, смотри. 350 рублей. Это ведерка трехлитровая. Такое, с горочкой. Ну, там ясно, что там пустота. Если его порезать, там три не будет. А может и будет, кто его знает. Кто его знает, не знаю. Может и будет. Я вот думаю, слушай, а как хорошо, вот все-таки, когда вот лето, да. И уже начинают поспевать вот овощи. Прям огород так выручает нас здесь все там. Прям вообще. А что, на ужин я сварила картошечки. Хотела с огурцами сделать. Ну, что-то мой хотел кабачков. Я кабачков опять. Ну, так же. Я вам показывала, как. Обваляла, с помидорочком сверху. С майонезиком, с чесночком. С картошечкой. Ну, ты наделись. Теперь что-то пить охота. Хотя вроде не было соленое, ничего. Просто пить охота. Потому что на улице жарко. Когда на улице жарко, надо много пить. Потому что с потом уходит лишняя жидкость из организма. А это плохо. Когда жидкости становятся в организме меньше, кровь начинает становиться более густой. Что они есть хорошо. Говорят, вот пейте воду, пейте воду. Да. И в этом смысле тоже. Не знаю, но вот я люблю такой сильно горячий. Я уже сейчас чай не пью. Ну, такой вот, ну, горячий, чтобы он был доволен. Такий, не кипяток. Раньше я прям вот... Если чай не закипел, я его нет. А сейчас, ну, уже как-то вот не терпит рот мой. А знаете почему? Я сейчас скажу. Потому что я одно время пила просто чай. А потом что-то мы стали кофе, кофе, кофе. Вон, кстати, купила баночку кофе. И то не хотела покупать. А купила, знаете, дочка приедет. Она кофе вообще. Не обязательно надо кофе. Ну, пошел скупить, короче. Ой, хорошо чаек-то. Ой. Меру горячий, но меру крепкий. Ничего себе, конечно, но меру крепкий. Все, девчонки. Всех люблю, целую. И обнимаю. Что у меня тут торчит вот это вот? Я его убираю или это? Нет, это у меня торчит. Почему у меня торчит? Почему торчит? Вот, все, не торчит. Всех люблю, целую и обнимаю. Начала говорить и не закончила. Так, короче, я сейчас занимаюсь этим делом. С вами, конечно же, прощаюсь. Всех люблю. Целую и обнимаю, как я уже сказала. Такая наигранная фраза, как бы, да. Но она идет от чистого сердца. Так, короче. Все. А то я сейчас опять начну что-нибудь. Еще, что-нибудь еще, что-нибудь еще. Мало чего мне в голову-то может взбрести. Поэтому. Всем пока. Вот видите, они скукожили. Сеях уже это. На два поддона собрала. Знаете, два поддона всего осталось. Вот. А пахнет, а пахнет, офигеть. Прям яблоками на всю квартиру. Редактор субтитров. Апорт субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...